В Иловайске начали сдавать в эксплуатацию дома, отстроенные по республиканской программе восстановления жилья, разрушенного вследствие боевых действий. В городе железнодорожников насчитывается 34 таких дома. Сегодня сдаётся два дома. Сегодня два и до конца недели ещё два. И так поэтапно, каждую неделю будем сдавать какой-то объём домов. Ключи от дома хозяевам вручил глава республики Александр Захарченко. Торжественно поздравляю тебя, Ивана Васильевича, из Новоселья. Официально вручаю тебя ключи от квартиры, документы. Спасибо вам. Александр Захарченко отметил мужество хозяев новостройки Ивана Васильевича и Зинаиды Викторовны. Это уникальный случай, потому что в этот дом, в этой улице, сколько я, Ивана? Два раза попала или три? Да, три раза. Семья, которая здесь живёт, она совершила свой личный рожанский подвиг. Они сохранили семью. И поэтому решили, что эта семья будет обеспечена не только жильём, но и обеспечена, если необходимо, для походной жизни. То есть бытовой техникой, телевизором, диванами, мебелью. Даже больше скажу, что эта помощь не ограничивается. И государство за этой семьей будет наблюдать и оказывать всевозможное содействие. Во время одного из обстрелов Зинаида Викторовна лишилась ноги. Глава республики пообещал помочь семье Ружила в приобретении качественного протеза. Я очень довольна, очень рада даже. Мы что-то с мужем так не ожидали такого приёма. Он спросил у меня за протез. Мне протез сделают в Донецке. Он сказал, в больнице в обыкновенной. Мы стали на учёт, и пообещал мне сделать хороший протез. Теперь история дома по улице Темирязева начинается с чистого листа, где, как все надеются, не будет места горю и войне. Только мир, достаток. В общем, всё то, что принято желать в старинном обряде посевания. Хорошо, хорошо, по всему дому. Новым годом поздравляю. Спасибо. Желаю счастья, здоровья, любви. Спасибо. Спасибо вам.